поехали поехали я нервничаю очень сильно на самом деле друзья всем привет с вами булкин добро пожаловать на мой канал и во первых всех с новым годом уже с наступившим получается то что видео выходит новом году знаете друзья я вот сейчас у меня реально настоящая прям искренняя улыбка на лице потому что я очень люблю делать сюрпризы какие-то вот интриги создавать какие-то подарки дарить даже больше чем получать и сегодня будет что-то необычное ярик мясо будет будет такой максимально ребят я надеюсь вы уже поставили свой царский лайк всех еще раз да с праздниками надеюсь вы проводите время хорошо и как бы сейчас вот сидите где-нибудь уютном местечке смотрите это видео слушай знаешь что может мы еще подписчикам чего-нибудь разыграем ребят досмотрите видос до конца лайк поставили то все будет короче это огромный торговый комплекс ситуация следующая вот там вот там парковка вот есть там куча машин стоит вот так вот там в одной из машин сидит оля а давай покажем что она девятая же да получается 29 декабря 21 15 вот соответственно два дня до нового года я не знаю что дарить олью поэтому мы решили соединить сделать какой-то ну реально крутой контент главное позитивный и плюсом я закрою тему подарка для воли потому что ну реально не знаю что подарить девушки как буду мне прям проблемы в этом году почему в общем я и сказал такая ситуация но наша команда был кинтодакшн говорю ну член команды давай мы сегодня все соберемся вот сейчас ярик приедет сюда к меге мы поедем здесь запишем типа там маленькое обращение то есть так новому году быстрее монтировать сегодня ребята уже смонтируют она думает что сегодня вот ее задача встать здесь и секунд на 30 поздравления сказать она нервничает пипец волнуется переживает стесняется все это понятно она не знаю что в итоге будет просто вот мы сейчас сказали что давай чтобы ты не мерзла сиди в машине мы с яриком пока с ним на самом деле мы снимаем началом я сейчас строю ей челлендж ее задача за 20 минут 22 секунды потому что у нас как бы 2022 год пойти туда и купить подарков на определенную сумму она сама должна будет сообразить естественно почему вот как бы создавали интригу чтобы она заранее да там не посмотрела чего находит для у нее сейчас будет просто шок соответственно и на все это у нее есть определенная сумма мы вам скажем то есть мы вот мы будем знать сейчас больше чем она был как бы она не будет знать короче сумма мне даже страшно произносить давай напишем давай напишем вот такая сумма я надеюсь что запас очень надеюсь потому что ну как бы мы выбрали это число опять же там магия чисел 2022 в общем до 200 кусков с небольшим вот но зная олю она даже но она поймет что дать там не 5 тысяч рублей скорее всего она будет думать что больше и знаю оля она сейчас захочет еще мне что-то купить короче мы сейчас и сразу скажем что только себе она выбирает подарок в общем потратить 200 кусков за 20 минут но проблема в том что она не знает сколько там и чисто в теории если решит разойтись до этого не знаю пойдет себе покупать одежду там в итоге там сумма превысит этот порог она не сможет ее платить я на карте оставил ровно эту сумму ровно эту сумму на карте то есть если будет больше в какой-то момент если разойдется просто на кассе и не пробьют это будет неловкая ситуация мне кажется это прям охуенно в общем мы все рассказали друзья всем приятного аппетита кто кушает всем приятнейшего просмотра что такое о весь смотри летит оттуда до туда снимать его смотри блин ничего себе что такое ребята красавчики на самом деле потому что сделали же от души проект если что друзья gta и потерпе на сегодняшний день уже в течение всего своего существования является самым крутым проектом сфере рулплей серверов более крутого и масштабного проекта вы просто не найдете то есть ну да существует конкуренты мы назовем их так конкурентики да то есть ну как бы на фоне gta 5 rp просто сразу планку сделала и все именно поэтому там игра десятки тысяч игроков в том числе я ярик туда заглядываться чем может вместе придумаем связаны с игровым контентом там вот играя на первом сервере если вы хотите хорошо провести новогодние каникулы у меня руки уже кто забегаете друзья ссылочки есть в описании там сейчас новогодний квест и зимний этот пропуск короче много всего интересного поэтому залетайте будем играть вместе сейчас я бы очень хотел на самом деле привести себя в кабинет теплый жаркий такой и это самое поиграть но это попозже сначала надо дела сделать все друзья встретимся на gta 5 rp звоню промокод промокод красавчик конечно булкин промокод если ведете то еще и бонус получите 12 тысяч кровавалюта также 10 дней vip статус теперь можно вот теперь можно да не ну просто в небе засяло как не самое все звоню да подходи к елке мы вот тут вот там светятся где мы недалеко красота ли также я обожаю такие момент мне кажется лучше блять ничего не приучу короче сейчас ну мы так на всякий случай просто кодом снимаем 1 ну просто скажу блин ну вся идет души просто поздравить нормально что ну тебя было время подготовиться я же сегодня сказал и ладно короче это шутка у тебя сейчас есть дожди стоп короче это это челлендж пиздец мне так пришлось чтобы вы не сприл раньше времени чего я серьезно чаще будет челлендж ну такой вот смотри короче я прям сейчас открываю как лучше секундомер или таймер-таймер да таймер смотри выставляю у нас какой новый год наступает 2022 2022 совершенно верно значит когда я сейчас нажму эту кнопку как сказать просто нужно сразу что случилось то я не понимаю что произошло какой челлендж какой таймер какой текст вообще-то поздравительный да не будет никак это не обращение в итоге это челлендж для тебя на новый год у меня жизнь к этому не готова подожди а как говорить насчет насчет количества ну сказать просто неизвестно неизвестно короче 20 минут 22 секунды как только нажимаю на этот на кнопку старт ты должна будешь в течение этого времени купить себе любые подарки поехали быстрее во время пошло все любой магазин насчет суммы давай ладно уточним есть определенная сумма которая известна нам с яриком из зрителям тебе на неизвестно поэтому в какой-то момент ты еще и облажаешься потому что на скорее всего не сработает ну не знаю она может возможно наоборот может быть да может быть наоборот тебе еще за в остатке поэтому твоя задача уже в голове прикинуть все поехали нас все придумала у меня и и и и и и Что-то намечается. Я пиздец. А куда она? Телевизор? Я не знаю. Что? Я побью. Его? Да. Ой, надо быстрее. Что это такое вообще? Свинч. Потом, потом, пофигу, давай, давай дальше. А ей нужно это? Что происходит? Я запыхался, это пиздец. Когда последний раз ты вдруг ходил? Я никогда не ходил, я в школе не ходил. Время? Да. Сколько? Прикинь, за 5 минут, нормально. Может, нечестно, если на кассе стоит? Давай, может, паузу? Давай паузу. Все, 16 минут еще есть. Как только выходит, продолжаем. Да, как только пересекает, да, я думаю, так будет правильно. Потому что, типа, сейчас все зависит реально от времени. Я так никогда не бегал, мне кажется. Сейчас бы, уверенно, залетела бы реклама того банка, которым я реально пользуюсь. Ты думал, что под елочку что-нибудь лежать? Сейчас ты наберешься и под елочку, что хочешь. Там не только под елочку, мне кажется, там будет. Минус 30 521 рубль. Поступно, вот все. Три, два, один, пошла. Ну пиздак, ну пиздак. А, я не знаю, не знаю, не знаю. У меня сегодня здесь нет, я сегодня человек таймер. Деньги тоже. Да, человек кошелек и таймер. Так вот. Какие у тебя чувства быстрее? Пока есть время. Я не понимаю, правда, ничего еще. Ну ты рада или такое? Я не понимаю. В смысле? Меня все трясет. Я так и думал, что такое будет. Ну я тоже. Еще поплачешь за потом. Я сейчас расплачу. Я только хотела сказать. Ну правда, я... Так это же круто, понимаешь? У тебя даже не было намека никакого. Понимаешь, да? Угу. Сколько стоит интересно? Я тоже не понимаю. Тут крутая. А, ну так-то... Так лучше, чем просто. Да. Навалливайте, чем просто. Уфига себе. Я не знаю, она не особо торопится. Прикинь, сейчас нужно вот такое сделать. Ну как, мне нравится. Мне тоже нравится. Может, с первого раза по ушу. Типа. Прикинь. Мне кажется, тут было твоё лицо снипать просто сейчас. Что? Я сейчас охудел бы. Прикинь, да, безлимин был бы сейчас. Да, прикинь, был бы. А мне кажется, она сама не знала, что она столько стоит. Какое время осталось? 12-12. Мне кажется, она даже сама не знала. Мне кажется, она даже сама не знала. Мне кажется, купила бы, если бы даже... Да, да, да. Сразу поняла, что это как бы, ну это уже из разряда фантастики. Ну вот такая. А дверь у меня тут? Вот такой цвет. Нет. А такой длинный? Нет. Только они вот такие покороны. Ладно, спасибо. А вот. Что-то от них не очень. А? А что они показали сейчас? А там она короткая. Ага. Ой, я бы побежал на тое месте со мной. Да я не знаю, на самом деле. Можно украшения посмотреть. А ты просто первую попавшую сюда посмотрела или как? Ну я увидела, что мне понравилась первая, да. Но все равно не смотрела. Нет. Короче, здесь нас опять косо смотрят, потому что все-таки ювелирку, наверное, снимать. Тут я могу понять, да. Поэтому будем снимать меня. Оля выбирает ювелирку. Как бы смотрит. У меня такое ощущение, что она настолько потерялась, что ей настолько неловко и… Ну да, да, да. Это видно. В смысле? Нет, Оля. Так не пойдет. Нет. Ну я не знаю. Ну как так? У тебя большие деньги какие нет? Нет. Ну чуть-чуть давай. Ну там чуть-чуть приплюсуем время. Я не знаю. Тебе ничего не нужно? Нет. Но время идет. Я не знаю. Прикинь, на самом деле, там была такая сумма. А ты бы взяла такую шубу? Нет. Это дорого вообще. Ну я тоже что-то. Мы сейчас просто с Яриком все это время, в принципе, обсуждаем. Шубу столько как-то, наверное, не стоит. Ну 300 еще нормально. 300 даже? Да. Так все начиналось, да, красиво? Такие погони. Я вспотел. 8 минут. Ладно, пошли. А какой у меня памятник? Я только когда добежал понял. Ага. Ты понял, что ли? Я понял. Да ну нахуй. Серьезно. Молодец, правильно? Хотя бы лучше. А на терабайт? На терабайт тем более. А что, нет наличия? А что спросила? 13 Pro Max на 512. А меньше? Нет. Ну вот. Я, на самом деле, все узнал заранее. Такое, Ольга, видео там. Скорее всего, перед Новым годом, если у них нет, наверное, везения. Ну, не знаю. Ну, я пойду спрошу. Время сколько? Время? В 5.50. А то есть, Анатолий, ты уможешь спить? 13 Pro Max есть? А что, перед Новым годом все разобрали что ли? Не знаю. Они же были в наличии. Так, какие у вас еще есть пожелания за 5 минут? Да, никаких. Почему? Да, я не знаю. Вот, наверное, ну, там, не знаю, большая часть девушек, она бы сейчас просто в каждой заходила, просто схватывала, а Оля, она же, ну, типа, хочет нужное. Ну да, я не могу так, мне надо, ну, зачем покупать, тратить деньги, потом чтоб лежала. Ну да. А вот это будет пользоваться? Ты знаешь, что я играю, я в телефоне играю. Плохо время осталось. Время? Время тикает. 4.35. Я думаю, что может стопнуть сейчас, пусть он немножко подумает и продолжает. Ну блин, тогда теряется суть. Ну да. В какой магазин ты бы сейчас пошла, если бы он был? Ну, этот, в Балдинине бы пошла там, посмотрела бы все спаги зимние. А тут нету? Да как так-то, я не понимаю. Сколько время? Ну, минутки три, наверное. Это для тебя подарок. Нет, вот, стоп, 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 стоп. Нет, это правило. Это было правило. Оно обговорено было вначале, тебе не сказано специально. А, это мне не сказано. Вот, мы дождались, да, 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 это мы все знаем про тебя. Сегодня ты выбираешь подарок, я тебе выберу. Так что, такой чит-код не работает. Да, я должен был продумать это заранее. Огромное спасибо тебе за просмотр. Мы купили вот это вот. Что, ты официально стопаешь челлендж? Я просто придумал сейчас кое-что другое. Просто Оля, это реально не тот человек, который готов скупать все подряд. Она купила, видимо, вот это нужное. Потом пошла шубу, ну шубу надо мерить. И как бы та была дорогая, чтобы найти нормальную, хорошую. Это точно не с первого раза, не в первом месте. И больше тебе ничего не нужно. И сапоги, которых здесь нет. Да. Мы стопаем челлендж? Да, я думаю стопаем. Ну, я хотела приставку, но она мне тоже далась одна. А, она одна была? Да. Сейчас, короче, все расскажем. В общем, друзья, мы решили переместиться в офис. Ну, как тебе челлендж наш? Довольна ли ты? В шубке. Долго ли будешь отходить от этого всего? А ты этого добивался, да? Да. Да, я хотел. Ну, у нас на самом деле пошло все, как обычно, не так, как хотелось бы. Потому что Оля в итоге получает Nintendo Switch. Ничего. Я его хотела вообще-то. Как ты думаешь, сколько у тебя было вообще запас? Мы ты его озвучивали. Ты его не знаешь. Ну, плюс-минус. Ну, до 100 максимум. Не, ну, поэтому ты пошла за шубой, да? Не, я не думала, что там столько большой бы стоит. Так мы сами, мы просто с Яриком, блядь, встаем. Это просто можно было... А ты просто, получается, первую попавшую? Да не первую попавшую. Ну, с тем, которая тебе понравилась. Да. Ну, ты не знала, сколько она стоит. Нет. Ну, я, когда у меня взяла цену, я офигела и подумала, что я еще добавлю 500 тысяч, накоплю, и можно купить и мыль. Во, вот это уже нормальная тема. Вот сейчас респект на комментариях. Я буду приигреться. Респект в комментариях точно прилетит за такой. Короче, у тебя было 200 тысяч 22 рубля. Офигеть. Ну, при всем при этом, если бы даже условно мы нашли... Ну, Оля-то себе подошла шубу, которую она посчитала бы того стоя, ну, как мы выясним, там, 200-250, то на кассе было бы смешно, учитывая, что там нас не особо полюбили. Ну, как, нет, на самом деле нормально, что нас никто не прогонял, но у нас были косые взгляды, типа, что с камерой вы ворвались? Ну, это женские намеки, я понял. Это так работает, наверное. Да нет, у меня есть шубы, я просто хотела подлиннее. Ты понял, да? Ты понял, да? Все равно, как это работает. По итогу получилось, что у тебя Nintendo Switch и, как бы, вот... Ну, я еще думала, типа, чуть-чуть... Не, мы сразу это обрубили. Это было... Мы сразу с Яриком обговорили, потому что это было понятно, зная Олю. Вы что, друзья, ну, контента не получилось. Ну, вот, Оля такой вот человек, вот, как бы, ну, что поделать? Да, я же не могу все подряд брать. Ну, надо было об этом заранее подумать, просто девушку приглашать. Поэтому... Ну, ладно, ну, пупся. Надо была актриса пригласить, которая там вот так вот... Просто нам все бабки... Ладно, самое главное, дать человеку... Эмоции, эмоции, я шучу. Эмоции ты мне дал, спасибо, правда. Ну, надеюсь, что тебе понравилось. Очень, очень понравилось. Но! Я был бы не я, если бы оставил все просто так. Что ты хочешь этим сказать? Ну, реально. Я не могу. Я тоже так не могу, нет. Что? Я тебя не спрашиваю, о чем сейчас? Я знаю тебя. Просто перед фактом сейчас встал. Все, тихо. Это нечестно. Все честно, нормально. Учитывая, что там магазин не нашла, у тебя была... Ну, ладно, нормально. Ну, просто... Ну, блин. Ну... Все ждали другого рюдожечка. Короче. Мы сейчас с ребятами предварительно, пока ты парковалась, составили эдакий списочек. О котором я тебе, естественно, не скажу. Тебе надо будет просто выбрать, получается, одно число. Это будет такой маленький, а может быть не маленький, дополнительный презент. Значит, тебе нужно просто-напросто назвать число от 1 до 3. И не надо спорить, что ты его не будешь называть. Ты его будешь называть. Ну, давай два. Чего ты так напрягся? Да нет, ну я наоборот. Что, камеру сначала показай? Да, камеру. Ты помнишь что-то? Угу. Да? Да. Да. Ребят. Ну, вот она. А мне? Нет. Остальное не покажу. Скажу. Поверишь на слово или посмотришь потом видос. Вот, в общем-то, ну что-то, на всякий случай, как говорится. Ты сейчас только что в супер игре. Вдобавок к Nintendo Switch. Плюсиком, так сказать. Чтобы тебе и поиграть можно было, и тепленько обуть обувь. Сапоги. Спасибо. Ну, ты не хочешь. Только с одним условием. Я должен буду с тобой ехать. Ты поедешь. Бля, нет. Да. Ну, а тогда все. Ну-ка. Это самое худшее, что может быть. Я сегодня уже заебался за 20 минут 22 секунды, блядь. Как там можно проводить вечертак времени? В общем, сапоги и Nintendo Switch. Это твой подарок. Спасибо. Ну, не под елочкой уж. Но зато сюрприз в другом плане. Видишь? Эмоции, эмоции. Ну что, не какую-нибудь шоколадку найдешь? Что, плохо, что ли? Нет. В общем, вот такой тебе праздник решили устроить. Спасибо. Мне приятно очень. Ну все. На этой ноте, я думаю, что надо кое-что сказать. Зрители, не расходитесь. Иди наверх. Сейчас. Ну. Пока что-то начинается, да? Не, иди, иди, в смысле. Так, в основном годом. Все. Пока. 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 Иди, 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 иди. Что, мы услышали, как ты там закрылась? Давай, давай, давай. Двигайся ближе. Ребята, я думаю, что вы понимаете, что я просто так это не оставлю. Потому что получается такая ситуация. У нее как бы было 200 тысяч. Вот. Но она купила, да, свечи. И этот самый, ну выбрала сапоги, там они 40 или сколько, 30 стоят. Получается 60, да, где-то. Ну 70. Ну 70, да. И как раз, как раз. Учитывая, что для нее, я знаю это точно, она любит сюрпризы именно, да. То есть, ну, понятно, что подарок это круто, но когда это под елкой, там вот эта вот вся атмосфера для нее даже круче. Даже если там конфетка будет лежать. Чтобы вам так и сделать, в принципе. Короче. Я. Лайфхак. Лайфхак, честно. Тихо. Короче. Я. Куплю айфон. И положу под елку. Она про это не будет знать. То есть, сейчас вот она там может быть, ну понятно, что рада, но может быть где-то в глубине. Она так и понимает, что 31-го ее нихуя не начнет. Ну это, ну это, ну это. Ну, блять. Надо девочке еще сюрпризу. Канетку. Че? Канетку. Канетку. Короче. Давайте так. Я тогда, у нас видосы, мы выходим потом. Ну, в новом году. Я тогда сейчас, ну через два дня Новый год. Положу ей. Этот. Положу. Положу под елочку Новый год. Пфу. Положу. Положу под елочку айфон. И сниму еще. Самый прикол, что такой у нас видос, это просто простой, блять. Все должно было подержаться. Нет у нас как обычно. Все пошло по везде. И сложности. Вот. Поэтому, чтобы все было хорошо. Как раз будет там 200 тысяч. Вот. Все. Следующий кадр. 31 декабря. Там 0-0-0 или там, ну короче скажу. Че? Подожди. Подожди еще. Сейчас, секунду. Я... Да. Она просто подумала, что тяжело. Все. Она ничего не слышала, короче. Все. Включение. В новогоднюю ночь. Ребят, ну что? Вот оно вручение. Более подробное там будет, опять же, влог про Новый год. Там это все тоже будет. И, собственно, еще пойдет это сюда. Наконец-то. Я Олю привел. Тут как-нибудь там монтажеры нарезали. Даже не пойму, что же это может быть. Плитка шоколада, походу. Ты реально с закрытыми глазами открываешь? Ты же хотела под елочкой. Елочки, правда, нет, но около Деда Мороза. Да. Малыш. Малыш, ну блин, ну ты... С Новым годом. Так что... Теперь у тебя... Пусти его. Так неожиданно, на самом деле. Ну, на самом деле, да. Потому что я же сейчас заходил, получается, в этот самый... О, с Новым годом. Смотри, смотри. Как ты его... Его нет. У нее точно не было подозрений. Потому что я же заказал доставку в офис. В офис заходил, забрал. Она, естественно, не знала, что... Я сказал, я пошел ребят подсниму там, поздравлю. Все-таки заплакала. Не, она плакнула еще между... Короче, чтобы вы понимали, она плакнула еще между Мегой и офисом. Тоже было. Мы это просто не сняли в машине, когда мы ехали. И вот сейчас еще... Теперь уже сняли. Все, ребят. Сейчас галочка. Достижение. Оля сплакнула видео, значит. Голубики. Да. Красиво. Я вообще не ошибаюсь. Ну что ты плачешь-то? Просто очень приятно. Красиво. Ну... Ну все. Правда. Ну ты меня вообще... Я люблю вообще. Вообще. Правда. Прости меня за все. Да за что выводы? Ну... Не знаю. Может там... Может... Мне кажется, что Оля это не тот человек, которому изменяться надо. За что тебя прощать-то? Ну... Может иногда плохо. Льдусь. Да хорошо ты всегда ведешь. Я льду тебя еще. Спасибо тебе. Все. Пользуюсь. На здоровье. Спасибо. Теперь можешь не у меня просить фотографировать 13, а сама. Ну что, друзья. Вот такой вот видосик получился. Я надеюсь, что он вам понравился. Если это так, то поддержите серию лайком. И как я говорил чуть ранее в данном видео, я решил в честь 2022 года устроить для вас розыгрыш. Разыграть вот эти вот три айфона. Это, соответственно, айфон 13, айфон 12, айфон 11. Все айфоны абсолютно новые, запакованные, все как надо, в общем-то. Сразу хочу выразить огромный респект компании AirCenter. Это мои друзья, которые продают, соответственно, официальную Apple технику. Они согласились принять участие в нашем новогоднем розыгрыше. И, в общем-то, вот эти айфончики я как раз-таки у них приобрел. Давайте перейдем к условиям, что нужно сделать. Условия максимально простые. Всего лишь на все. Вам нужно поставить лайк под это видео, подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. В комментариях оставить любой комментарий. Например, как вам вообще вот этот челлендж, который я Оле, собственно говоря, придумал. И, самое главное, написать свой инстаграм-ник. То есть, чтобы в комментариях вашем этот свой инстаграм вы не забыли написать. Дальше. Убедитесь, пожалуйста, что ваш канал на YouTube открыт. Это будет очень важно, когда мы будем проверять все это дело, чтобы я смог убедиться. После этого переходите в мой инстаграм. Булкин.спб. Подписывайтесь на мой аккаунт. А также подписывайтесь на профиль AirCenter в инстаграме. Ссылочка тоже будет в описании. И, опять же, все сейчас вот тут вот красивенько вы уже увидели. Все. После этого ваша задача просто ждать немножечко. Три недели. 26 января в прямом эфире в своем инстаграме я подведу итоги розыгрыша. И мы посмотрим, кому достанутся, собственно говоря, эти три айфончика. Всем желаю удачи, друзья. Участвуйте, выигрывайте. А на этом видос заканчивается. В общем, такой вот. Мы решили уверенно ворваться с неплохого лайф-контента. Надеюсь, реально получилось неплохо. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok